Всем привет! С вами Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion и добро пожаловать на очередной выпуск Военной Академии. Значит, я приветствую вас в некой своей анимационной студии. Сейчас вот идёт съёмка Брестской крепости. Из-за навалившейся работы съёмка так спорадически идёт, то идёт, то не идёт. Но я уже близок к завершению, дай бог в течение двух-трёх дней закончу, смонтирую и наконец-то мультик выйдет. Но речь сейчас не о мультике, речь о военной технике, которую я буду сейчас показывать в рамках передачи «Военная Академия». К вопросу о том, насколько это военная техника, наверное, тоже такой вопрос дискуссионный. Но, собственно, тайны-то никакой нет. На аватарке, я думаю, многие уже увидели, о чём мы сегодня будем говорить. Говорить мы будем о грузовике ГАЗ-3А или ГАЗ-ААА. ГАЗ-2 – это модификация знаменитой «Полуторки» от компании «Брикмания». Всё-таки, я думаю, что этот грузовик в первую очередь ассоциируется с военной техникой, с военным производством. Поэтому, ну и «Брикмания» выпускает тоже как военную технику. Поэтому, я думаю, появление грузовика в рамках этой передачи совершенно не случайно. Так, ну что, давайте посмотрим коробочку от «Брикмании». Нет, вначале я скажу, где я достал этот грузовик. Этот набор был предоставлен компанией «Нива Брик». «Нива Брик» находится в Питере, является официальным дилером компании «Брикмания», для тех, кто ещё не знает. И на сайте у «Нива Брик» можете посмотреть большое разнообразие разных военных вещей и фигурки, оружия «Брикармса» и техника «Брикмании». Собственно, покупать у них, ну, скажем так, надёжнее, чем тащить через почту в России откуда-то ещё. Ну, а по цене уже сами тогда решайте, смотрите. Так, значит, ну что, давайте теперь возьму коробочку и посмотрим, как был упакован этот замечательный грузовичок. Вот, собственно, и коробочка. Сцена на заднем плане немножко отвлекает, но так как у меня стол для съёмок один, и для того, чтобы сделать обзор, мне пришлось бы убрать всю сцену, а потом её заново строить. Это не очень приятно, поэтому я пока всё-таки оставлю. Надеюсь, мы все вместе, и вы, и я, сконцентрируемся именно на коробочке, а не на немцах, которые сзади идут в атаку. Итак, у нас есть... Кстати, там ещё и снег под окном чистят это шуршание, если вы слышите, раздражает ужасно. Итак, ГАЗ-3АА. В первую очередь хочу сказать, что коробочки у Брикмании с момента моих последних закупок изменились. Они стали более качественные, с хорошей полиграфией. Это уже не просто на домашнем принтере отпечатанная картинка, это уже такая гладкая, плотная бумага, как журнального качества. Видим, собственно, наш грузовик, который мы собрали. Одна мини-фигурка с очень хорошим торсиком, о ней попозже поговорим. Дизайн, как всегда, сделан Даниэл Сискинда. Он уверяет, что это оригинальный дизайн, я ему верю. Значок Брикмании, флаг СССР, это относится к советским войскам. И уровень сложности 2 звезды из 5. То есть, в принципе, сборка лёгкая. Подтверждаю, сборка была очень лёгкая. Набор 2076 содержит 171 деталь лего. Также элементы от Брик Армса и распечатанную инструкцию. С торца подпись Сискинда 2076 номер 12. Не знаю, что это значит. Здесь гарантия качества. Если что-то потеряете, мы вам всё возместим. Указан адрес, куда писать, жаловаться, звонить и так далее. Так, вскрываем. Все детали были упакованы в один большой пакет. Это не лего, поэтому никакой сортировки нет. Все детали кучей насыпью в таком большом пакете. Когда набор маленький, типа нашего грузовичка, это совершенно не страшно. Всё достаточно легко ищется и собирается. Когда набор большой, типа пантеры, это, честно говоря, большая головная боль. У тебя перед тобой вот такая куча деталей. Все одного серого оттенка, одного серого цвета. И найти нужную деталь, это занимает время. Здесь такой проблемы не было. Первое, что внутри мне попалось, это наклейка Brick Republic. Я не знаю, зачем Нева Брик положил мне внутрь эту наклейку. Это сайт, где можно купить тоже Brick Arms оружие. Есть подозрение, что закупка у Нева Брик оружия идет через этот сайт, через Brick Republic. То есть, они, видимо, там опытом со скидкой закупаются и потом уже у себя продают. Но, как бы, если вы не хотите связываться с зарубежной почтой, с оплатой налогов и тому подобное, конечно, лучше покупать в России. Ну, в общем, такую наклейку они мне зачем-то положили. Дальше. Есть два колеса запасных. Это я потом покажу зачем. То есть, они не совсем запасные. Фигурка тоже будет позже. Мне сразу написали, что меня ждет бонус. Так, это инструкция. Бонус. Давайте начнем инструкцию, потом бонус. Итак, инструкция. ГАЗ-3АА. Или ГАЗ-ААААА. Странно звучит, конечно. Русский грузовик. На картинке мы видим наш грузовичок. Сделана инструкция в виде такого большого листа, на котором поочередно с двух сторон картинки, позволяющие пошагу нам собрать автомобиль. Если успеете, если качество видео позволит вам, вы можете посмотреть, как делалось основание. Один, два, три. Четвертая картинка. Потом на паузе стойте и рассматривайте. Пятая. Шестая. Это мы колеса собираем. Седьмая, восьмая. И тут уже у нас пошло кабина и кузов. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Короче, если вы на паузе все просмотрите, то у вас будет инструкция этого грузовика. Качество бумаги очень хорошее. Плотное. Точно не сотрется. Не потеряется. Ой, не потеряется. Легко. Это я запросто. Я имею в виду, что со временем не выцветит. Картинка не станет блеклой. Качество очень хорошее. Так. Ну, а теперь давайте, прежде чем посмотрим фигурку и грузовик, поговорим о бонусе. Спасибо компании Невабрик. Мне положили вот такой вот британский флаг. Я знаю, что Брикмани у себя на сайте продает флаги. Советского, правда, нет. Наверное, мне бы там советский положили. Продается американский, британский. Так, забыл. По-моему, чуть ли не французский. Но советского вроде не было. Вот. Значит. Ну, мне положили британский флаг. Ну, где ему пригодится. У меня же есть некая коллекция британских солдатиков небольшая. Вот скоро я им, похоже, флагоносца дам. Или поставлю какую-нибудь технику. Матильда у меня тоже есть. Которую я еще не показывал. Итак, британский флаг. И еще они мне положили в качестве бонуса очень крутую штуку. Это наклейки. Это наклейки. Такие водные декали, которые с помощью воды переносятся на торсик фигурки. Я еще не пробовал это делать. Значит, давайте посмотрим, какие именно здесь. Так. Это я даже не знаю, что это такое. Какой-то баркод. Вот, собственно, сами наклейки. Давайте посмотрим на них. Пум. Декали. Что у нас тут есть? Во-первых, лицо, по-моему, какого-то зомби. Красные глаза, желтые зубы, кровь вытекает. Дальше. Если на бежевый торсик переклеивать этот декаль, то вроде как это должно быть что-то вроде советского солдата. Хотя я понять не могу. Красные нашивки. Сложно угадать. Сейчас, а если приблизить? Ой, слишком. Не узнаю я наклейку. Может быть, японец. Наши с такими гранатами вроде не ходили. Может быть, даже и японец. Так, следующий. Это... Лицо сверху нашивка. Это большая красная единица. Это американцы. Big Red One, так называемая. Однозначно, американский наплечник. И их же нашивки на плечо. А вот торсик, это, по-моему, всё-таки немцы. Да, собственно, не по-моему, а точно немцы. Однозначно. Следующий торсик. Ну, здесь сложно ошибиться. Здесь советский солдат. Я про это сейчас говорю. Звезда на поясе. Лица, в принципе, очень забавные. Ой, а я думал, что это вообще Рик Граймс из «Ходячих мертвецов». Это, по-моему, американец должен быть. И следующий, видимо, тоже американец. Значит, ну, два американца, получается. Видимо, пехота и десант, что ли. Значок Брикмани. Кстати, хорошая декаль, прикольная. В качестве одежды, майки, можно кому-то из фигурок сделать, как будто он ходит в майке Брикмани. Значок Брикмани. И следы от пуль. Вот такие декали положили мне в качестве бонуса в Нева Брике. И здесь просто инструкция, как это использовать. Видимо, там что-то намочить и так далее. На сухую поверхность. Ладно, разберёмся. Если я решу делать кастомы, то буду использовать. Сделаю. Надо попробовать. Кстати, вот на картинке рекламной, где инструкция, написано, что это кастомы от Рогланса. Не знаю, кто это такой. Мы видим, что у нас есть декали от Американца. Узнаю торсик и нашивку на плечо. Британца не было. Наш солдат был. Немец был. И да, это Японец. То есть, первое, которое меня смутило, это был Японец. Только лицо зомби в комплекте дали. Ну и лица, по-моему, эти как раз-то тоже были все в комплекте. Вот. Ладно. Короче, это с бонусом мы завершили. Ну и теперь давайте, наконец-то, перейдём уже к машине и к фигурке. Начнём с фигурки. На нас идут немцы. Значит, нам нужен срочно русский солдат, который будет защищать Брестскую крепость. На самом деле, он не будет защищать Брестскую крепость, потому что нападение было в июне месяце на Брест. А его фуфайка, принт показывает, что было прохладно и с такой телогрейкой в Сталинграде хорошо было быть, а в Бресте всё-таки жарковато было. Итак, у нас каска идёт М1 стандартная зелёная от Брик Армса. Она здесь используется как советская каска. Ну и ладно, собственно, это уже стандартный вариант. К этому мы привыкли. ППШ в комплекте, всё стандартно, только ППШ не классического чёрного цвета, а такого блекла, как бы тёмно-тёмно-серого. Но самое интересное здесь только на самом деле торсик. Всё остальное тоже избито и банально. А вот торсик очень красивый и интересный. Брикмания стала продавать такие торсики совсем недавно. И у меня это первый подобный торсик. Мы видим такую телогрейку. Очень хорошо сделанную, красивый принт. Видны складки, прошивки нитками. Вот как будто она такая вот волнистая. Я вживую видел, носил, знаю, что это такое. Поэтому я прям смотрю и прям ощущаю её. Может быть, конечно, не такой фасон, как был в Великую Отечественную. Но штука знакомая. И глядя на торсик, на принт, хочу сказать, что нарисовали очень похоже. Обвес. Обвес не похож для ППШ. То есть диски автоматные здесь вряд ли можно хранить. Больше на винтовочные похожи, но не суть. Принт частично уходит на ноги. Ой. То есть край. Покажись, принт. Край фуфайки уходит на ноги. Принт сзади тоже. Ну и на спине у нас что? Та же телогрейка фуфайка. Фляга советская, полукруглая, как вы пытались её сделать. И, кстати, этот подсумок больше похож под магазин ППШ. Вот. Значит, это у нас единственный солдатик, единственная фигурка, которая шла вместе с грузовичком. И давайте теперь уже посмотрим на сам грузовик. Итак, модель Брикмании перед нами. Очень красивая машинка, атмосферная, похожая на оригинал. Мне она очень понравилась с первого взгляда. Собственно, даже ещё на картинке на сайте, когда я посмотрел, прям машинка мне запала в душу. Очень красивая. Для фильмов про Великую Отечественную войну, для советской стороны, просто необходимый артефакт. Это у нас просто легендарный автомобиль. Сразу скажу, что таких было сделано, ну не конкретно таких. Это у нас модификация ГАЗ-3А. ГАЗ-2А, ГАЗ-ААА, и первоначально было всё, как бы вся линейка пошла, большое количество модификаций и бронеавтомобили пошли от ГАЗ-2А, ГАЗ-ААА, которые в свою очередь пошли от американского Форда. Так вот, сразу скажу вещь, которая вышибла мне мозг, когда я прочитал. Всего этих автомобилей, во всех вариациях было выпущено почти миллион штук. Смотрите, почти миллион автомобилей. Машина была очень популярная, неприхотливая. Справлялась с поставленными задачами очень хорошо. И делались некоторые модификации, но в целом машина жила. Начиная с 1932 года её выпускали и закончили выпускать где-то почти в 60-х. Ближе к 60-му закончили. Но машина была на дорогах страны до конца 60-х годов. Потом уже всё, как бы отжила она свой век. Давайте теперь посмотрим, что Сискинд сделал в своей модели. Значит, отличие ГАЗ-2А от ГАЗ-3А – это дополнительная пара колёс. То есть ГАЗ-2А он был четырёхколёсный, ГАЗ-3А он был шестиколёсный. В вариации Сискинда эта машина, скажем так, хороших времён. Потому что, когда началась война, денег особо не было, для производства материалов тоже особо не было. И на машинах стали очень сильно экономить. В частности, на некоторых экземплярах не было дверей. Вот, всё отломал. Значит, машина могла быть вообще без двери. Могла быть с небольшой такой брезентовой шторкой, чтобы как-то отделить водителя от проносящейся мимо улицы. 50 лошадиных сил не особо её, конечно, и разгоняли. Хотя нет, здесь я, наверное, свои слова возьму назад. Потому что даже 40-сильный мотор у ГАЗ-2А до 70 км в час разгонял машину. В машине была очень странная для меня трансмиссия. Коробка передач у себя включала 10 скоростей. Вот тут я понял, что я не механик ни разу, потому что я даже не представляю, как это. Из этих 10, 8 вперёд и 2 передачи заднего хода. Не представляю, что это такое. Как может быть 2 заднего хода на скорость, что ли? Ну, в общем, короче, здесь без комментариев. Просто 8 вперёд, 2 назад. Так, дальше. Во время войны, когда не было материалов, ещё колёсные дуги делали просто из обычного кровельного железа. Просто гнули, ставили на колесо и всё. Также экономили даже на фарах. Две фары – это годы, скажем так, безмятежной юности этого автомобиля. Во время войны фару оставляли только одну и ставили её, как правило, где-то... Я видел фотографии, где она как раз вот так справа, ну, от меня справа. Просто для водителя одна фара вот так вот висела. Иногда по центру. Также крышу могли снимать. Вообще делалась кабина из прессованного картона. Смеси там добавляли, какие-то части делали железные. В общем, машина и так была не очень дорогая в производстве. Ну, а во время войны удешевили совсем. Также откидные борта придумали уже в Советском Союзе. На Форде таких вариаций не было. Вот так грузовичок получается с откидными бортами, которые нам предоставил Сискин. И, кстати, на дешёвом варианте, который делали во время Великой Отечественной войны, борта не откидывались. То есть корпус был у кузова, скажем так, в такой вариации и всё. Солдаты просто выпрыгивали, либо через верх как-то что-то загружали, если надо было. Кстати, были два запасных колеса. Значит, два запасных колеса давались нам для того, чтобы закрепить их спереди на капоте на двигателе. Как видите на картинке, колеса крепились слева-справа у двигателя. Здесь есть специальные пупырышки, на которые крепить. Честно говоря, мне этот вариант очень не понравился. Колеса держатся плохо, всё время норовят отвалиться. И, в общем, как-то мне этот вариант не понравился. Поэтому я сейчас один раз их поставлю и дальше потом опять уберу в загашник. Вот так выглядит с колесами. Мне как-то не очень понравилось, поэтому я их просто убрал. И у меня в мультфильме машина будет проезжать без колес. Потом разбитая, наверное, как в качестве декорации, тоже будет без колес. Больше про этот грузовичок я сказать особо ничего не могу. Рабочая лошадка, почти, повторюсь, миллион экземпляров в разных вариациях, была выпущена на основе ГАЗ-2А. И БТР были, и даже самосвал сделали. И Катюша первая была тоже на базе, по-моему, как раз ГАЗ-3А, то есть на шестиколёсном. Хорошая рабочая лошадка, которая прошла всю войну, тянула на себе очень многое. За что ей скажем спасибо. Ей и конструкторам, которые её сделали. Как американским, так и нашим, которые её доработали. Всё. ГАЗ-3А в рамках LEGO Военная Академия. С вами был Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion. Увидимся на канале. Ну и спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok